Всем привет, на связи Борис Соколов с сайтом visit.com.ru И давайте в этом видео я вам расскажу об интернете, вай-фай, сотовой связи на Кипре Что нужно ждать туристам? Давайте сразу скажу, есть несколько вариантов Первый это поехать по российской карте, примерно МТС, Билайн одинаково, теледва 350 рублей в день Роунинг, чтобы у вас был интернет Никогда этим не пользоваться, это очень дорого и невыгодно Второй вариант, которым я всегда пользуюсь, но который меня в этот раз немножечко, ну из-за моей расхладности подвел У меня есть DreamSim, это такая карточка для путешественников Очень выгодно по Европе ездить, не надо ничего подключать, да и по многим странам ничего подключать У вас сразу есть интернет, посмотрите тарифы ниже, но там где-то 1 евро за мегабайт То есть получается 1 цент за мегабайт или 2 евро за мегабайт В принципе удобно получается, вызвать можно такси, фото, видео Видео не надо, но вот фото, сообщения, мессенджеры, все в принципе хватает друг с другом Прочитать Третий вариант это купить местную сим-карту Это PrimeTel с сайта Кипрус Еще одна связь, вот их есть 3 Вот примерно у них все тарифы одни и те же Вот просто они постоянно какие-то промо-акции Так же как и в России Сегодня может одна промо-акция Вот буквально там 2 недели была у другой компании Примерно одно и то же Вот я до этого сайта покупал Просто сейчас взял PrimeTel, он побыстрее активируется чуть-чуть Ну, да я даже просто спросил продавца, какую связь надо, да, берите PrimeTel Хотя примерно все одинаково Но сайта, вот важный момент, сайта лучше лоид Допустим, если вы ездите по острову, вот в Тродос, в горах Лучше взять сайта, это самая такая популярная гипрская связь Вот первый раз я ее и брал Сейчас про PrimeTel взял, опять же, для сравнения Вам скажу, когда поеду в Тродос, будет она ловить там или нет Или лучше остановиться на сито Вот Как покупать? Заходите Вот в любой киосочке, я вам даже видео сейчас сюда вставлю Как я вот в этом киоске активировал сим-карту рядом с пляжем в обычном мини-маркете Смотрите, вот таких магазинчиков много Здесь можно как раз купить сотовую связь Она, в принципе, везде продается Таким образом, просто пошли, купили Я сейчас купил Смотрите, самое минимум будет 2 евро симка И 5 евро 2 гигабайта Ну, допустим, если вы на неделю, на 5-7 дней Ну, и не смотрите там видео, вам этого хватит Ну, вот раньше я сначала покупал с сайта То есть кипрскую особу То есть я потом всегда пользовался DreamSim Сейчас PrimeTel, потому что просто DreamSim Я, к сожалению, потерял восстановить Ну, только обнаружил перед отъездом, не успел восстановить Вот, кстати, мне сейчас пришла смс, что DreamSim ко мне пришла То есть дня 4 занимает ее восстановление Она ко мне пришла по почте И через 4 дня после того, как я написал этот Ну, прям в приложении заказал ее восстановление Если бы я поехал по DreamSim Вот почему я ее завел по Европе Она, в принципе, цена примерно такая же Ее не надо по новой завозить в каждой европейской стране Не надо искать, не надо ждать активации А цена примерно такая же То есть эти бы 7 евро я на Кипре Вернее, то есть если бы брать по минимуму 2 евро симка 2 гигабайта 5 евро, то есть 7 евро Я бы так же бы и потратил, если бы на DreamSim Но, допустим, не тратил, еще покупая симку То есть если не на короткий отдых, то это выгодно Да, если вы на долгий отдых, смотрите, тарифы Например, 10 гигабайт вам надо положить 20 гигабайт Возможно, выгоднее, да, там на месяц, на 2, на 3 взять А вот в такие, в короткосрочные поездки Я везде по Европе 5-7 дней И Испания, Чехия, вот Кипр, Португалия Здесь использовал DreamSim Это очень удобно, очень выгодно Сразу в аэропорту можно заказать машину Посмотреть, как добраться, куда ехать Там и подобное Никаких активаций не надо ждать Но, если вы не хотите заморачиваться По минимуму интернет 2 евро Плюс 5 евро за 2 гигабайта И не смотрите там видео Не загружайте видео По минимуму там в WhatsApp, фотографии И вам, допустим, хватит на отдых 5-7 дней А Wi-Fi Wi-Fi есть практически во всех отелях 2-3 звезды, причем нормально, он ловит Читайте по отзыву Wi-Fi, допустим Если он в лобби, если он только в номерах Например, я беру в номерах Так как он мне нужен У вас есть Wi-Fi в номере Старайтесь все, допустим, видео-видеозвонки Делать с Wi-Fi Потому что как раз расходуются эти гигабайты Что вы решите купить? DreamSim Что местные кипрские карточки Именно большинство расходуются Когда вы заливаете, присылаете видео Либо звоните в видеосвязи На обычном сообщении Это расходуется мало Ну и на фотках тоже, в принципе, не очень много Но если фотки вообще даже не будете присылать Вам будет минимальный расход Ну так вот, вот эти же видео на ютубе Я их записываю с кипра Выкладываю, я их никогда не выкладываю, допустим, с телефона С мобильной сотовой связью Я их из отеля, когда у меня есть Wi-Fi Либо из кафе Практически во всех кафе есть Wi-Fi То есть вот вам еще совет, чтобы меньше тратить гигабайтов На DreamSim, либо на местной карточке Когда заходите в кафе, не забывайте подключать Wi-Fi Все равно вы кушаете, там едите мороженое Подключили Wi-Fi, можете как раз в это время передать видео, файлы, фотографии А, допустим, местную связь использовать там для общения с друг другом Для коннекта То есть для каких-то срочных дел по работе, как у меня Вот такие, в принципе, правила В принципе, интернет, Wi-Fi на Кипре, особенно в курортных городах С ним все хорошо, никаких проблем нету Местная связь тоже доступная Есть еще универсальная карточка DreamSim Вот, к сожалению, в этот раз я ее обнаружил, что я ее потерял перед самым отъездом А так, по Европе я всегда езжу с DreamSim И не заморачиваюсь, потому что примерно по цене выходит это тоже на то же Если еще в азиатских странах Да, вот где-то в какой-нибудь Танзании, там, в Индии я беру Когда долго живу, беру местные или во Вьетнаме Так как, когда долго живешь, конечно, лучше взять местную связь Я сказал для туристов, если вы приехали на Кипр на 2-3 месяца Конечно, вам выгоднее взять сразу, подключиться на месяц даже именно местную сотовую связь Если вам нужна виза на Кипр, Cyprus Flight Pass на Кипр, который, ну, обязательно для заполнения Россиянам обязательно нужна провиза И Cyprus Flight Pass для всех туристов Это документ, который позволяет вам езжать на Кипр Там указывается, есть ли у вас вакцины, тесты Ну, достаточно сложно заполнять Если самостоятельно не можете, обращайтесь к нам Наш визженовый специалист Тамары оформит и провизу электронную, и Cyprus Flight Pass Контакты ее найдете под этим видео Ну все, всем пока С вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru с Кипра И до встречи в следующих видео Пока-пока